А прямо сейчас в выпуске традиционные прогнозы МЧС на предстоящую неделю. На студии замначальника МЧС по краю Валерий Терешков. Валерий Ильич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. Предупреждаем, с понедельника до среды будет холодно. Днем до минус 2 градусов ночи. На предстоящей неделе ожидаем понижение температуры до минус 4 в городе. Ну а за городом еще будет холоднее. Следующий четверг тоже будет прохладно, но до плюс 3 градусов тепла, мокрый снег. На выходных может быть ветер с порывами до 13-18 метров в секунду. В утренние часы на автодорогах возможен гололед. Настоятельно рекомендуем тем, кто отправляется за город. Уважаемые красноярцы, смените летнюю резину на зимнюю. Уже холодно. Водители и дальнобойщики могут прослушать информацию об обстановке на дорогах края, перекрытие участка дорог на аварийной радиостанции. Оно изложено на экране. В связи с мясовыми температурами возможно увеличение пожаров в жилье. Напоминаем, не пользуйтесь самодельными обогревателями. Проверьте состояние печи, электропроводки, не пригружайте электросети. На этой неделе произошло 40 пожаров. Погиб, к сожалению, один человек. На прошлой неделе 68. К сожалению, погибло 6. Отдельно обращаемся тем, у кого есть привычка бросать непотушенные сигареты, окурки с балконов многоквартирных домов. Не делайте так. Если непотушенные сигареты попадут на балкон к соседям, может пойти пожар. Такой случай на эту неделю произошел в Октябрьском районе. Напоминаем туристам, которые идут в заповедник Столбы. Соблюдайте правила безопасности. На этой неделе спасатели оказали помощь двум пострадавшим, которые получили травмы в заповеднике. Искали пропавшего туриста в Тосеевском районе, в Енисейском районе. К сожалению, в Тосеевском районе не нашли. Помните, восхождение по скалам крайне опасно без специальной экипировки. В случае происшествия национальный пункт спасатель на Столбах можно позвонить по телефону, вы их видите на экране. Кроме того, если отправляетесь в поход, не забудьте загистрироваться в КГУ «Спасатель». Кроме того, уважаемые краснояцы, сохраняется опасность встречи с медведями. Корма в этом году у них мало. И спячка не будет ложиться гораздо позже, в конечных числах ноября. На будущей неделе охотнадзор ликвидирует двух медведей, один из которых разоряет дачи в районе Девногорска. В районе Шемихи. Второй станции Крючково в Емельяновском районе. Еще один хищник был замечен недалеко от автотрассы в Подканском районе Севлображное. Уважаемые краснояцы, в крае продолжается ледообразование. На этой неделе в северных районах на Енисея образовался плавучий лед. Началось ледообразование на Ангаре. Несмотря на хороший клев рыбы, 7-8 баллов из 10 на щуку и окуню проявляете осторожность. На этой неделе произошел первый случай в этом сезоне провала человека и техники под лед. Уважаемые красноярцы, смотрите прогноз погоды на канале ТВК, прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на канале ТВК. До свидания. Спасибо, это были прогнозы МЧС.